Проект 100 идей для Беларуси, инициированный Белорусским Республиканским Союзом Молодежи, стал настоящим брендом среди юношей и девушек. Молодые люди реализуют интересные бизнес-планы, учатся делать из креативных задумок серьезные проекты, которые могут получить кураторскую поддержку. 100 идей для Беларуси – это ребята видят, допустим, если проблема где-то в экологическом плане, они придумают этот проект, потому что есть такая проблема. Сегодня мы хотим с ребятами пообщаться и поговорить о тех проектах, которые они предложили, именно не о критике, а о конкретных предложениях, о конкретных действиях, как выйти из этой ситуации. То есть сегодня, конечно же, если будет такая проблема или такой вопрос в рамках нашей компетенции, мы, конечно же, постараемся максимально его решить, ее решить, неважно. На дискуссионной площадке встретились победители городского этапа конкурса и эксперты. Одной из тех, кто принимал участие в открытом диалоге, была Дарья Яромич. 15-летняя девушка достойно выступила на городском этапе проекта 100 идей для Беларуси, где поделилась своей перспективной инициативой – созданием интернет-платформы. Благодаря этому ресурсу помощь и поддержку сможет получить любой одаренный молодой автор, а значит, юным талантам будет в разы проще разобраться как с жанрами, так и с юридическими нюансами. После городского этапа, когда тебе говорят какую-то критику, говорят, что вот тут надо поменять, тут надо поменять, ты потом приходишь домой и понимаешь, что надо менять, а как это что делать, какая нужна помощь, что как. Вот тут нам чуть-чуть разложили по полочкам и уже хотя бы понятно, над чем работать. Но создать проект – только половина дела. Важно уметь его грамотно презентовать, чтобы заинтересовать других. А потому, кроме диалога с молодыми людьми, был организован образовательный тренинг, на котором ребята готовили к следующему этапу конкурса. Разбирали их ошибки, указывали на недочеты и объясняли, что необходимо добавить в проект. Качественная презентация своей задумки, которая, возможно, заинтересует будущего инвестора – это один из шагов к победе. Я видел много ошибок, которые ребята делают, много недоработок. Проекты, при том, некоторые были действительно классные, инновационные, интересные, но были определенные доработки. Поэтому, с своей стороны, мы постарались ребятам сегодня помочь. Я постарался указать на их ошибки, что они делали не так, для того, чтобы все-таки на областных соревнованиях, скажем так, на республиканских, они все-таки могли победить. Потому что ребята молодые, идеи интересные, какие-то актуальные, новые, однако реализация немножко хромает, потому что все-таки нужно правильно преподнести. Впереди областной республиканский этап и конкурса «100 идей для Беларуси». Молодым людям предстоит серьезно доработать свои инициативы, чтобы доказать членам жюри, что их идея заслуживает внимания.